здравствуйте дорогие ребята у нас сегодня урок алгебры в восьмом классе и тема элементы статистики давайте теперь вспомним с вами некоторые термины прошлого урока средняя арифметическая размах мода и медиана что такое среднее арифметическое значит среднем арифметическим ряда чисел называется частное отделение суммы этих чисел на число слагаемых давайте маленькое упражнение для повторения при изучении учебной нагрузки в данном классе мы выделили 8 человек и попросили отметить в определенный день время в минутах затраченные на выполнение домашнего задания по алгебре что же у нас получилось мы получили данный ряд чисел имея этот ряд можно определить сколько в среднем затратили ученики на выполнение домашнего задания по алгебре для этого указанные все числа надо сложить и разделить на 8 и у нас получилось 36,9 минут это есть среднее арифметическое следующий термин размах что такое размах ряда чисел это разность между наибольшим и наименьшим этих чисел давайте рассмотрим размах нашего ряда полученное при эксперименте что у нас получилось наибольший расход 60 минут наименьший 20 минут и наш размах равен 40 мода моды ряда чисел называется число который наибольший часто раз повторяется в этом ряду давайте посмотрим вот оценки учеников по алгебре за первую четверть посмотрите такой ряд чисел для этого мы сначала под должны построить упорядоченный ряд чисел упорядоченный ряд чисел выглядит таким образом какое число часто повторяется конечно это четверка мода нашего ряда четверка вспомнили да ребят теперь медиана что такое медиана упорядоченного ряда чисел для этого мы построим возьмем все данные построим упорядоченный ряд если наш ряд состоит из нечетных количеств чисел средний число будет медианы если четного количества то моды медиана наше будет средне арифметическое двух чисел рассмотрим еще одну статистическую характеристику начнем с примера таблица показан средний балл учащихся среднего и старшего звена вот классы вот средний балл сначала построим упорядоченный ряд что посередине стоит конечно три с половиной балла то есть у нас три с половиной это мода ряда чисел приведем другой пример здесь у нас баллы разных учеников 12 лучших учеников по олимпиаде составим упорядоченный ряд тут у нас четное количество значит мы находим среднее арифметическое середины этого ряда это число 53 а теперь запишите статистические исследования почему их называем исследования в это входит первое сбор информации группировка информации а потом уже мы это все наглядно показываем на таблицах или диаграммах и на полигонах сейчас рассмотрим все это подробно для обобщения и систематизации данных полученных в результате статистического наблюдения их по какому-либо признаку разбивает на группы и результаты группировки сводят таблицы посмотрите вот такой пример администрация школы решила проверить математическую подготовку семиклассников был составлен тест из девяти заданий участвовало 40 учеников при проверке каждой работы учителя отмечал число верно выполненных заданий посмотрите какой ряд чисел у нас получилось ничего не понятно что мы должны сделать для этого сначала должны составить упорядоченный ряд вот теперь уже кое-что проясняется теперь составим таблицу частот что это такое обратите внимание 0 повторяется всего один раз вот частота 0 единица 8 повторяется 5 раз частота 8 равна 5 вот эта таблица называется таблицей частот относительная частота что такое относительная частота вот здесь уже относительная частота берется в процентах то есть 0 повторила всего один раз всего сколько было учеников 40 единицу делим на 40 и получаем процент два с половиной то есть относительная частота выглядит в таблице вот таким образом она вся процентах наглядное представление статистической информации мы научились читать таблицы а как наглядно это представить чтобы было ясно и понятно для этого у нас есть столбчатая диаграмма круговая диаграмма полигон и и 100 грамм рассмотрим каждый из них со столбчатой диаграммой вы знакомы уже с 5 класса она наглядно иллюстрирует динамику изменения данных давайте посмотрим таблицы показаны данные об успеваемости и качестве выполнения вычислительных навыков на входе и выходе за три года то есть начале и в конце и посмотрите какие тут данные появились но человек который умеет читать таблицу он будет он проанализирует и сделает вывод а посмотрите по диаграмме это наглядно все видно сразу видно что есть рост в качестве и успеваемости данная столбчатая диаграмма наглядно показывает что успеваемость и качество течение трех лет неуклонно растет столбчатая диаграмма может быть из цилиндров и депрессмы и деперия пирамиды или конуса круговая диаграмма с круговой диаграммой тоже знакомы с 5 и 6 класса то есть для наглядного изображения соотношение между частями исследованы исследуемой совокупности удобно использовать круговые диаграммы тут мы круг делим на секторы и на подобные центральные углы центральные углы пропорционально относительным частотам вот посмотрите в таблице представлено количество вымирающих видов взятых из энциклопедии надеюсь вы на каникулах читаете книги обратите внимание какие у нас виды вымирает исчезает как это выглядит на круговой диаграмме сразу видно да какой вид больше вымирает но одно есть но круговых диаграммах нельзя показывать наибольшее количество изменений можно использовать только мало частей совокупности тогда это будет иметь вид а в другом случае эти какие маленькие сектора мы их просто не разберем это мало эффективно полигон динамику изменения статистических данных во времени часто инвестрирует с помощью полигона что это такое координатной плоскости точки эти абсциссы служит моменты времени а ординаты статистические данные давайте рассмотрим сейчас построим полигон посмотрите пример вот ученики сколько времени у них уходит на выполнение домашнего задания по алгебре вот время и частота сколько раз встречается полчаса сколько раз встречается 1 час и так далее вот у нас получилось полигон то есть это прямые то отрезки которые соединяются между собой вот такой график получился сразу видно да изменение частоты гистограмма чем отличается гистограмма от столбчатых диаграмм они похожи но гистограмме в отличие от обычной столбчатой диаграммы основание прямоугольников выбирается непроизвольно а строго определенные данному интервалу они состоят из сомкнутых прямоугольников обратите внимание вот дана таблица мы сейчас с вами построим гистограмм вот она гистограмма все-таки она отличается от столбчатой диаграмм теперь мои дорогие давайте рассмотрим некоторые задачи из международных исследований пиза вспомним нашу платформу на которой с одной стороны дается задание с другой стороны даются вопросы вот этот вопрос назван красота степени числа эти как красиво назвали это задание когда вы выполняете повторное умножение вы его можете заменить со степенью как данной данном примере а теперь обозначьте на таблице правда это утвердение или ложь число 8 16 степени 8 раз больше чем число 8 15 степень для этого вспомним свойства степени давайте посмотрите 8 в 15 степени умноженное на 8 в 1 это и будет 8 16 значит этот ответ правильно это утверждение правильное число 8 10 10 раз больше чем число 8 правильно ли это посмотрите если мы умножим 8 на 10 у нас получится 80 значит это утверждение утверждение ложное вы мышкой отмечаете именно кликайте на правильные или ложные утверждения следующий вопрос используя правило первое выберите правильный ответ обратите внимание в примере минус 5 40 третьей степени и 5 40 третьей степени они равны но отличается чем знаками у них модули равны знаки разные следовательно вот эти два числа можно упростить то есть они взаимо уничтожаются ответ минус один наш ответ а ниже перечислены первые 9 степеней числа 7 вопрос какую вы закономерность здесь увидели вот посмотрите через каждые 4 последние цифры у нас повторяются какая последняя цифра числа 7 степени 190 конечно вот мы увидели закономерность степень 190 делим на 4 и находим остаток остаток равен 2 то есть находим 7 во второй степени это 49 последняя цифра к 9 ответ d теперь да запишите домашнее задание провести исследование по размеру обуви нескольких одноклассников найти медиану размах моду среднеаритметическое построить диаграммы гистограмму и полигон чисел надеюсь тема была вам понятна всего хорошего до новых встреч вақт бейхуды сарфланышны ёктырмайды генри форд акушенин тоуғры ташкелиет лгян кун тартабы унынг хаяты деге мухум бір ксмах сопланады турли 8 таги болуялар учу тоуғры ташкел к лунгян кун тартабы акушени интезамге чарлайды кун тартабы ууу чучу неге мухум акушенин вақтіні тоуғры ташкелиетиш тезимы болуда хаддан ташкара чар-чашна аудан ау касаликларге чаланыш ехтемалы кема яды Угученик не только в мактебе отгазать время, но и дамалыш и турлий тогреклерге борщу чуму, шарайд иратиш лазим. Кунг тартэбит файли, болельар дайон узунин яхтарген мащгулатлар билан шугуланшки инкан яратилиб, от аналары са уз юмушлар билан беймалал шугуланшлары мумкюн болады. Угученик кунг тартэба кандай болуш керек? Ирталэбки бадан тарбия. Ирталэбки бадан тарбияна, уйгонген нэсун, таза хава да бачариш лазым. Яхш хава алмашадген ханахам, тогрек елэдэ. Машгулатларның мураккаблигі, ва мактарны болельар нэ, болельар нэ, улгайшиге караб, астасекин копайтер баанш лазым. Ирталэбки, югунэш. Баалаги хардайм, чесмани машгларны бачарген нэсун, югунэш, ватананы таза тутыш лазым лэгэнэ, оргеттин. Ирталэбки, югунэш, тогг ва иссг болш лазым. У боланин кун дабамалаги 25 фаиз квадманбайна тамин лэгэдэ. Баалыш ашылмастан, хатрэджэм ва ауэлэ азолар атрахад ауқатлэнэш лазым. Ауқатлэнэш паэтэдэ, гэплэшиш ва тэлэвизэр корэш тафсиэй тэлмээдэ. Акс халдэ, ауқат хазым болши кийн лэшэдэ. Чулік. Чулік, бола уқатлэнэшэнэң асасый ксэмынэ гэлла. Балы арганизм 40 фауз гэчэ калориянэ кабул кулэдэ. Чулік паэтэдэ, хатрэчэм мухийд болш лазым. Кобчулік атаналар, хазыргэ болаларгэ дамалыш муххум емэз дэп хсап лэшэдэ. Ама болагэ, макитаптэн кэйн 1 саат ухулап алыш тэхсиэтэ ладэ. Уй вазифэсэ. Уй-вазифасын кечки сауат 16.00-дан 18.00-гечки бачариши мақсат ке муафақ. Чунки айнешу вақытта, организм ищ учун иджаби ищлайды. Васамарадарлы каэффициентті ошады. Кечки дамалыш вақытта. Уй-вазифасын кел болгендан со, болуги тазухауады сайр-клеш чудов ойдали. Пиода сайр-клеш боланы браз чалгатады ва у тунда яқшрақ кухлайды. Агар болу сайр-клеш орныге уйды хатручам ойынларыны ойынашны хохласы, уңыярат жауапыны бермей. Кечки ауқат. Кечки ауқат, сауат 19.00-дан кечки тірілмаслик тавсия қаланады. Кечки ауқат, еңгіл болшы лозын. Уй-куйге кечш вақты, уй-куйге кечштан олдын, парзан тенгізге китаб оқу берің. Ва уңыя юғадыган машғу нотлар ұчын, ярым сауат бош вақты еңгізіні әжіратыш тавсия етілады. Болу күм тартабығы еңгіл маслаш ше, ва яғшу флеш ұчын, уны бір хіл вақтта ятып тұршке олгатыш лазым. Киш болшығы керамай, ятштан олдын, болу ның хонаслиге хава алмашып тұрш тавсия қаланады. Болы кеч-кечем ұтырмаслигке шаңш хасыл қылим. Акс қолды, ұйқуының гетарлы болмаслиге чарчақ, ватананғың психологик функциялары бізілішігі олып келеді. Йочтан олдын, болығы китаб оқып берің, елкей мақтапты ерішкен мақфақатыны мақтайң. Зері болы, яқш кайфет білін, ұйқуғы кетсін. Здравствуйте, ребята! Меня зовут Елизавета Александровна, и мы проведем сегодня урок в восьмом классе. Тема сегодняшнего урока — параметры, характеризующие магнитное поле. На прошлом уроке мы познакомились с вами с постоянными магнитами. Что такое постоянный магнит? Это тела, способные длительное время сохранять свои магнитные свойства. Значит, вокруг любого магнита существует магнитное поле. Что такое магнитное поле? Магнитное поле — это особый вид материи, который отличается от вещества. Он невидим для человека и неосезаем. Магнитное поле можно определить только с помощью магнитной стрелки. На прошлом занятии мы познакомились с вами с магнитной стрелкой. Что же такое магнитная стрелка? Это элементарный магнит, который легко ориентируется в силовых линиях магнитного поля. Значит, давайте посмотрим, как взаимодействует магнит с магнитной стрелкой. Значит, если же я синий конец магнита, то есть северный полюс магнита, поднесу к синему концу магнитной стрелки, то магнитная стрелка начнет вращаться. Два полюса будут отталкиваться. Если же я красный конец поднесу к синему концу магнитной стрелки, то есть южный полюс к северному, то магнитная стрелка к нему притянется. То есть это доказывает нам, что одноименные полюса магнита отталкиваются друг от друга, а разноименные полюса магнита притягиваются. И то, что магнитная стрелка реагирует на магнит, доказывает, что существует магнитное поле. Значит, на прошлом занятии мы с вами проводили опыт. Мы брали полосовой магнит или дугообразный магнит, клали сверху на них листок бумаги и сверху сыпали железными опилками. И мы видели, что железные опилки начали принимать какую-то форму. Значит, линии, вдоль которых лежат наши металлические опилки, назвали силовыми линиями. Значит, что мы знаем о силовых линиях? Силовые линии замкнуты. Форма силовых линиях различна. Она зависит от формы магнита, а также как расположен магнит. Силовые линии, они у нас замкнуты, начинаются с северного полюса и замыкаются на южном полюсе. Наличие силовых линий можно определить с помощью магнитной стрелки. Из-за направления силовых линий принято направление северного полюса магнитной стрелки. На картинке изображен магнит с северным и южным полюсами. Мы видим, что синими линиями обозначены силовые линии, а вот эти кружочки — это магнитные стрелки, которые направлены в ту же сторону, куда направлены силовые линии магнитного поля. Если же мы с вами проведем еще эксперимент, возьмем два магнита одинакового полюса и поставим на некотором расстоянии друг на друга. Тогда, также воспользуясь металлической стружкой, мы будем наблюдать, как будут располагаться силовые линии. И проведем такой же эксперимент, только теперь с разными полюсами магнита и также понаблюдаем за силовыми линиями. Давайте посмотрим на них поближе. Смотрите, где у нас находятся магниты одноименных полюсов, их силовые линии как бы отворачиваются друг от друга. А где находятся магниты разноименных полюсов, силовые линии замыкаются от северного полюса магнита на южном полюсе магнита. И если же мы, два этих магнита, будем отдалять друг от друга, то их сила взаимодействия теряется. Поэтому возникает новое понятие — вектор индукции. Значит, силовой характеристикой магнитного поля является магнитная индукция. Понятие вектора магнитной индукции впервые ввел сербский ученый Николас Тесла. Индукцию магнитного поля принято обозначать латинской буквой Б, большой. И единицы измерения индукции магнитного поля в международной системе единиц принято называть Тесла. Обозначается большой и маленькими буквами Т и Л. Что мы знаем о векторе магнитной индукции? Если мы посмотрим на картинку, то вектор магнитной индукции Б2 больше вектора магнитной индукции Б1. Отчего это зависит? От густоты силовых линий. Посмотрите, вот в этой части силовые линии расположены гуще, чем вот в этой. Поэтому здесь магнитной индукции будет больше, чем вот в этой части. Также мы должны знать, что вектор магнитной индукции направлен в ту же сторону, куда направлены силовые линии магнитного поля. То есть начинают с северной стороны и замыкаются на южном полюсе магнита. Характеристикой магнитного поля является магнитная индукция. И прибор, измеряющий характеристика магнитного поля или магнитные свойства тел, является магнитрометр. Магнитрометры их применяют в геологии при раскопке полезных ископаемых, в археологии при археологических раскопках, также в навигации на море, в космосе и авиации. В военной разведке для обнаружения погруженных подводных лодок, также в биологии, медицине, сейсмологии, научных экспериментах и магнитной геохронологии. Значит, магнитометры бывают разных видов. Простейшим магнитометром считается тесламетр. Я предлагаю посмотреть вам видео, как выглядит тесламетр и для чего его используют. И также обобщающее видео про магнитометры. Прибор позволяет измерять постоянные и переменные магнитные поля до 2000 мтс. Частотный диапазон переменного магнитного поля находится в пределах от 0 до 200 Гц. Прибор имеет небольшие габариты, позволяет устанавливать 0 для калибровки. Имеет кнопочное управление, защищенное, достаточно удобное. Итак, что мы сделаем? Мы пробуем измерить магнитную индукцию маленьких магнитов. Для примера мы взяли три магнитика. И попробуем измерить магнитное поле. Берем один из самых больших магнитов, прикладываем датчик. Смотрим на экране. Измеряет порядка 44 мтс. Для удобства есть кнопочка HOLD, которая позволяет удерживать измеренные значения. Чтобы вам можно было спокойно записать это или проанализировать измеренные данные. Итак, первый магнит у нас получается 44 мтс. Мерим второй магнит. Он более слабый, всего лишь 4,7 мтс. И берем самый маленький магнит. Меряем. И видим, что он самый сильный. 170 мтс. Так же самое вы можете измерить неодимовые магниты, проверить их качество. В заводских или производственных условиях измерить магнитные сепараторы, трансформаторы и другое оборудование. Громкоговорители, динамики и прочее оборудование, связанное с постоянными или переменными магнитами. Мы продемонстрируем применение универсального магнитометра Техномаг при проведении магниты порошкового контроля. В качестве примера проведения контроля покажем, как происходит контроль колец подшипников. Схематично цикл контроля колец подшипников или других деталей состоит из намагничивания, собственно контроля и последующего размагничивания. При этом необходимо контролировать величину намагничивающего поля, размагничивающего поля и остаточной намагниченности детали. Для намагничивания колец используется установка с циркулярным намагничиванием. Намагничивание производится путем пропускания импульса тока через стержень, проходящий через деталь. Величина намагничивающего тока зависит от размеров детали и выбирается из технологических таблиц. Перед намагничиванием детали необходимо проверить поле вокруг стержня. Для этого используем магнитометр Technomac с преобразователем P1M. Включаем магнитометр в режиме измерения импульсных полей и устанавливаем преобразователь перпендикулярно стержню на линии воображаемого радиуса. Устанавливаем на намагничивающей установке необходимый режим и включаем намагничивание. Наблюдаем на дисплее магнитометра форму и величину импульса намагничивающего поля. Далее устанавливаем контролируемое кольцо на подставку так, чтобы стержень с током проходил сквозь кольца. После этого включаем намагничивание. После намагничивания контролируем наличие трещин в детали. Для этого размешиваем магнитную суспензию и помещаем деталь в раствор. Выдерживаем некоторое время, вынимаем деталь и осматриваем поверхность. В дефектных зонах создается локальное магнитное поле. Магнитный порошок концентрируется на дефектах и наблюдается визуально. Таким образом выявляем кольца с дефектами – трещинами металлургического, шлифовочного и закалочного происхождений. Здесь мы видим шлифовочную трещину. После контроля детали ее необходимо размагнитить. Размагничивание производим в размагничивающей установке с переменным, убывающим во времени магнитным полем. Величина поля должна соответствовать требованиям для размагничивания конкретной марки стали, из которой изготовлена деталь. Величину и форму поля контролируем магнитометром Техномаг в режиме измерения переменного поля преобразователем P1M. Для этого включаем магнитометр в режиме измерения переменного магнитного поля и помещаем преобразователь в соленоид, перпендикулярно его оси. Включаем размагничивание и наблюдаем на дисплее магнитометра форму и величину размагничивающего поля. После этого устанавливаем деталь в размагничивающую установку с переменным магнитным полем. После размагничивания необходимо проконтролировать остаточную намагниченность детали. Для этого используется магнитометр Technomag с преобразователем G2S. Включаем магнитометр и проводим торцом преобразователя по поверхности кольца, перпендикулярно его плоскости. Наблюдаем на дисплее минимальное и максимальное значение градиента остаточной намагниченности. На этих подшипниках уровень не превышает нормы. Все в порядке. Если же величина градиента превышает установленный порог, то срабатывает звуковая сигнализация. Остаточная намагниченность выше нормы. Необходимо провести повторное размагничивание. Теперь, когда мы прошли с вами тему о параметрах магнитной индукции, я предлагаю перейти к домашнему заданию. Перерисуйте, пожалуйста, в своей тетради магниты, полосовой магнит и дугообразный магнит. Нарисуйте несколько линий, силовых линий. Посмотрите, что линии направлены с этой стороны в эту. Разукрасьте магнит и обозначьте полюса магнитов буковками S и N. И также прочитайте, пожалуйста, тему 50. Ответьте на вопросы на странице 144. На сегодня урок закончен. Встречимся на следующем занятии. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Также я вас просила самостоятельно прочитать соли аммония и сделать два задания, второе и третье письменно. Сегодня мы с вами будем делать практическую работу. Рассмотрим. Данная практическая работа у вас в учебнике на странице 169. Данная практическая работа у нас третья и называется она «Получение аммиака и изучение его свойств». Данная работа в несколько этапов. Давайте подробно разберем каждый из них. Итак, приступим. Первая часть – это получение аммиака и растворение его в воде. Если вы помните, на прошлом уроке у вас была возможность посмотреть получение аммиака на видеоролике и также я вам продемонстрировала водный раствор аммиака на шатырный спирт и некоторые его свойства. Сегодня на практике мы с вами это еще раз закрепим. Для того, чтобы получить аммиак в лаборатории, мы смешиваем два вещества. Это хлорид аммония и гидроксид кальция, то есть гашенная известь в порошкообразном состоянии. Мы хорошо перемешиваем эти вещества и в пробирке нагреваем. Но пробирку мы должны закрыть пробкой с газоотводной трубкой. И конец этой газоотводной трубки должен быть направлен вверх. Итак, после того, как мы пробирку со смесью начинаем нагревать, у нас начинают конденсироваться пары воды на стенках этой пробирки. Поэтому саму пробирку мы немножко наклоняем вниз, именно конец пробирки. Итак, начинает ощущаться запах аммиака. Перед вами представлена реакция взаимодействия хлорида аммония с гидроксидом кальция. Посмотрите, кальций, взаимодействуя с кислотным остатком хлоридом, дает соль кальций-хлор-2, хлорид кальция. И он аммония и гидрокса соединения NH4-OH образует слабое основание, которое тут же начинает распадаться на газ аммиак, который мы ощущаем, и на воду. Итак, мы делаем вывод, что аммиак можно получить, нагревая смеси соли аммония и щелочи. Следующее действие. Через некоторое время пробирку, где собирается аммиак, не переворачивая, закрываем и помещаем ее в кристаллизатор. По истечении какого-то времени мы можем наблюдать, что вода начинает заполнять пробирку. О чем это говорит, ребят? Правильно, о хорошей растворимости аммиака в воде. Вспомните из курса прошлого занятия, как растворяется аммиак в воде. В одном объеме воды растворяется аж 700 объемов аммиака. Итак, вода заполняет пробирку. Мы делаем вывод, еще раз повторяю, аммиак хорошо растворяется в воде. Обратите внимание на реакцию NH3 плюс H2O. Получается NH4OH. Обратите внимание, что стрелочка у нас смотрит и влево, и вправо. Что это значит? Что реакция обратимая. Давайте с вами вспомним механизм образования донорно-акцепторной связи. Итак, молекула аммиака. N. Вы помните, что у азота 5 электронов. Водород соединяется. Три атома водорода образуют ковалентные связи с азотом. Данная формула – это аммиак. Итак, вы видите, что два электрона у нас остались свободными. Когда идет присоединение молекулы воды, H, OH, ион водорода начинает присоединяться с одним из электронов, свободных у азота. И образуется NH4 частица. Если вы помните, она называется ион аммония. Она имеет положительный заряд. Перед вами акцептор. То есть это частица, которая способна образовывать соединение, например, с гидроксогруппой. И данное соединение у нас будет NH4OH. Гидроксид аммония. Частица NH4 с зарядом плюс называется ион аммония. Итак, мы еще раз повторили механизм образования иона аммония по донорно-акцепторному механизму. Итак, продолжим. В полученный раствор гидроксида аммония мы помещаем красную лакмусовую бумагу. И в сам раствор можно также добавить фенолфталиин. На прошлом занятии, если вы помните, я вам показывала, что мы в нашатырный спирт опускали лакмусовую бумагу. Что с ней происходило? Правильно, она приобретала синюю окраску. О чем это говорит? Это говорит о том, что в растворе достаточное количество гидроксогрупп OH с минусом. То есть, среда у нас получается щелочная, но гидроксид аммония является слабым основанием. Имейте это в виду. Итак, бумажка у нас лакмусовая краснеет. А вы помните, что фенолфталиин при большом содержании гидроксогрупп становится какого цвета? Абсолютно правильно. Она начинает розоветь или становится малиновой. Итак, мы можем сделать выводы, что гидроксид аммония у нас обладает основными свойствами. Итак, давайте рассмотрим, что же мы будем делать в данной практической работе дальше. Горение аммиака в кислороде. Вспомните, как может гореть аммиак в кислороде? Правильно, при двух условиях. Без присутствия катализатора и в присутствии катализатора. Мы рассмотрим горение аммиака без катализатора. Итак, если получить нагреванием смеси хлорида, аммония и гидроксида кальция, у нас начнет выделяться газ аммиак. И если мы этот газ подожжем, то пламя будет окрашиваться в желто-зеленый цвет. Итак, перед вами представлена реакция горения аммиака без катализатора. А вы помните, что при горении у нас образуется газообразный азот молекулярный и молекула воды. Итак, посмотрите, у нас аммиак, в молекуле аммиака азот имеет степень окисления минус 3. И посмотрите, он стал в чистом виде Н2. А у простых веществ, вы помните, степень окисления равна нулю. В ходе реакции, так как в этом процессе участвуют 2 атома водорода, поэтому в общем в сумме азот отдает 6 электронов. А вы помните, что если в процессе окисления и восстановления идет отдача электронов, значит идет процесс какой? Правильное вещество восстановитель, процесс окисления. То есть из данной реакции мы можем сделать выводы, что аммиак обладает восстановительными свойствами. Итак, продолжаем. Взаимодействие аммиака с кислотами. Здесь механизм идет примерно такой же, как и при взаимодействии с молекулами воды. Но разница идет в том, что у кислот идет ион водорода и анион кислотного остатка. В принципе механизм будет тот же самый. Вы помните, что при взаимодействии аммиака с кислотами у нас получаются соли аммония. То есть уже здесь вместо гидроксогруппы у нас будет стоять кислотный остаток. Итак, при взаимодействии аммиака, например, с азотной кислотой, получается NH4NO3. Давайте посмотрим, как правильно составляются формулы. Еще раз вспомним. Например, NH4, то есть водород присоединился к аммиаку, получился ион аммония, и кислотный остаток NO3, так как в азотной кислоте кислотный остаток одновалентный, а азотная кислота одна основная, значит NH4 будет тоже одновалентный, и наименьше общекратно у них будет один, формула остается так же. Следующая реакция NH3 плюс HCl. Получается NH4Cl. Вы видите, что NH3 плюс HCl. Так, NH4Cl. Составляем правильную формулу хлорида аммония. Хлорид, являясь кислотным остатком одноосновной соляной кислоты, тоже одновалентный. Ион аммония также проявляет валентность 1, наименьшее кратное 1, и формула получается NH4Cl. Итак, последний вариант, когда у нас NH4, ион аммония, присоединяется с кислотным остатком SO4. Так как кислотный остаток SO4 – это остаток от серной кислоты, а она является двухосновной, поэтому кислотный остаток будет равен валентности его 2. Валентность NH4 – 1, наименьшее общее кратное 2. Итак, мы 2 делим на 1, у нас получается NH4 дважды SO4. Итак, мы с вами вспомнили, как правильно составить формулы солей аммония. Свойства водного раствора аммиака. Ну-ка вспомните, как мы называем водный раствор аммиака. Аммиачная вода, правильно, или нашатырный спирт. Ещё один вариант – гидроксид аммония. Водный раствор аммиака опускаем в красную лакмусовую бумагу. У нас бумага меняет цвет на синий. То есть, ещё раз повторимся, что у нас идёт большое содержание OH групп, гидроксогрупп. А это говорит о том, что аммиак, водное его соединение, проявляет основные свойства. К водному раствору можно также добавить фенолфталиин. И вы помните, что он будет становиться розовым. Но если в этот раствор добавить соляную кислоту, например, то раствор начнёт обесцвечиваться. Почему, ребят? Вы видите, перед вами происходит реакция нейтрализации. Соляная кислота начинает взаимодействовать с гидроксидом аммония, давая соль хлорида аммония, раствор соли хлорида аммония. То есть, у нас получается, что в результате реакции нейтрализации раствор обесцвечивается. Итак, надеюсь, данный практический опыт в теоретической части вам понятен. Сейчас вам будет предоставлена возможность посмотреть небольшой видеоролик, где вам наглядно покажут, как правильно получать аммиак и его взаимодействие с соляной кислотой. Металлическая медь и разбавленная азотная кислота – эти реактивы необходимы для получения оксида азота-2, ЭНО. Я помещаю в пробирку медные стружки. Пустую пробирку я помещаю в клетку. Я помещаю в клетку кристаллизатор с водой и заполняю эту пробирку водой. Теперь наливаю в пробирку с медными стружками разбавленной азотной кислоты. Медь взаимодействует с азотной кислотой и реакция начинается уже при обычных условиях. Я закрываю пробирку пробкой с газоотводной трубкой, конец которой помещаю под воду. Добавим к воде в кристаллизаторе раствор лакмуса, который в нейтральной среде имеет фиолетовую окраску. Я зажигаю спиртовку и нагреваю содержимое пробирки. Мы видим, что нагревание заметно увеличило скорость реакции. Один из главных признаков этой реакции – образование раствора голубого цвета. Вторым признаком является образование газа бурого цвета, так называемого бурого газа NO2, который находится над жидкостью. Я собираю пузырьки газа в пробирку способом вытеснения воды. Мы видим, что в этой пробирке собирается бесцветный газ. Это и есть оксид азота 2 NO. Я прекращаю опыт. Закрываю пробирку пробкой под водой. Мы видим, что оксид азота 2 – бесцветный газ. Я открываю пробку. Мы видим тут же образование облачка желтого цвета. Это бурый газ, который, в отличие от оксида азота 2, хорошо растворим в воде. И сейчас мы это увидим. Я под водой открываю пробку. И мы видим, что объем жидкости в пробирке стал больше. Вода заняла место растворенного в воде оксида азота 4. Я вновь открываю пробку. И мы видим, что оксид азота 2 легко окисляется кислородом воздуха с образованием бурого газа. Бурый газ – очень ядовитое вещество. Противоядием от него является вода, в которой он легко растворяется. Я наливаю в пробирку несколько капель лакмуса. Мы видим, что он меняет свой цвет на красный. В пробирке находится азотная кислота. На дом я вас прошу на странице 173 выполнить вопросы 1, 2 и 4. В данных заданиях в первом нужно определить плотность азота относительно водорода и воздуха. Во втором задании вам нужно вычислить массовую долю азота в его составе. И в последнем, четвертом задании у вас задача. Вам нужно вычислить объем, который займет аммиак, который переведен в газообразное состояние. Надеюсь, с выполнением домашнего задания у вас сложностей не возникнет. На этом наш урок подошел к концу. Большое спасибо, ребят, за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здравствуйте, дорогие ученики! Я учитель английского языка Бадалова Гульмира Абдувалиевна. Сегодня мы с вами продолжим тему изучения окружающей среды. Тема сегодняшнего нашего урока – «Можем ли мы спасти деревья?» Boys, girls, can we save trees? How do you think? Of course, yes. And now we are going to talk about the difficult process of making paper. Сейчас мы с вами, ребята, поговорим о трудном процессе производства бумаги. Вот слова, которые мы должны сегодня изучить. Проверьте ее в своих словарях. Первое слово – Romaterios. Ребята, это слово переводится как сырье. Оно необходимо при производстве бумаги. Второе слово – to chop – вырубать, вырезать. Это тоже пригодится вам для изучения этой темы. Pulp – мякоть дерева. Необходимый материал для производства бумаги. Wood chips – это опилки. Ребята, они нужны в процессе производства бумаги. Следующее слово – to throw away – выбрасывать. Конечно же, при производстве бумаги мы выбрасываем много отходов в реки и озера. Таким образом, все эти слова будут использоваться сегодня в нашем уроке. And now, dear children, let's talk about the difficult process of making paper. А сейчас, ребятки, мы приступим с вами к изучению процесса производства бумаги. How do you think, what do people need to make a paper? Как вы думаете, что нужно людям, чтобы производить бумагу? Of course, to make a paper, we need first trees, chemicals, transport and energy. Конечно же, для производства бумаги нам нужны деревья, химикаты, транспорт и энергия. Давайте повторим еще раз. What do you need to make a paper? Что нам нужно, чтобы произвести бумагу? We need trees, chemicals, transport and energy. Нам нужны деревья, химикаты, транспорт и энергия. Well, look at the pictures. Посмотрите на картинки. And find the problem for each picture. И найдите проблему для каждой картинки. The first picture is about trees. Первая картинка о деревьях. And the problem is we use energy to cut down trees. И первая проблема у нас – мы используем много энергии, чтобы вырубать деревья. The second picture is about machines. Вторая картинка у нас о машинах. So, we do not always plant new trees. Таким образом, мы не всегда сажаем много деревьев. The third picture is about energy. Третья картинка об энергии. And the problem is we use more energy. Мы используем больше энергии. The fourth picture is about chemicals and pulp. Следующая картинка у нас о химикатах и бумажной масте. We use a lot of water and chemicals to recycle paper. Мы используем много воды и химикатов, чтобы перерабатывать бумагу. The next one – следующая картинка. It's about waste. Она об отходах. Poisonous waste are thrown into rivers and lakes. Ядовитые отходы выбрасываются в реки и озера. Это очень опасно для природы, ребята. And the next one is about transport. А следующая картинка у нас о транспорте, ребята. So, the problem is... Итак, проблема у нас такая. We use more energy for transport. Мы используем много энергии для транспорта. And the last one is also about transport and transportation to another country. И последняя картинка у нас также о транспорте и перевозке бумаги в другие страны. The problem is... We use a lot of transport to take paper to different places. Проблема состоит в том, что мы используем много транспорта, чтобы перевозить бумагу в другие страны. Хорошо, дорогие ребята, вы поняли тему? Если да, то мы перейдем к другому упражнению. It will be connected with grammar. Это будет связано с грамматикой. Дорогие ребята, откройте свои учебники и загляните в табличку с грамматикой. You can see that today we are going to study passive voice. И сегодня мы с вами, ребята, повторим пассивный залог. But today it will be connected with modal verbs. Но сегодня он будет связан с модальными глаголами. Look at the structure. Посмотрите на данную конструкцию. How can we form the passive voice structure with modal verbs? Как мы можем образовать структуру пассивного залога с модальными глаголами? Окей, let's look at the table. First we put subject. Сначала мы ставим подлежащее. Then model verb. Затем идет модальный глагол. Then web to be. Затем глагол to be. And then the third form of the verb. А затем третья форма глагола. And now look at the remember box and complete your examples. Теперь посмотрите на табличку и составьте свои примеры. Это будет легко, если вы возьмете по одному слову из каждой категории. For example, it may be done by people. Это может быть сделано людьми. Вы видите, что здесь идет необычное употребление пассивного залога. Перед ним стоит модальный глагол. May – может. Next one. They may be caused by recycling paper. Это может быть вызвано переработкой бумаги. Здесь то же самое. Не просто пассивный залог, а также добавляется модальный глагол may – может. Хорошо. Дорогие ребята, давайте теперь мы с вами приступим к практическому занятию. Look at the table and complete the sentences. Посмотрите на табличку и составьте свои собственные предложения. Well, and now let's review our table. Давайте просмотрим нашу табличку. The first column is subject. В первой колонке у нас подлежащее. The second column is model verb and verb to be. Во второй колонке у нас модальный глагол may с глаголом to be. And the next column is the third form of the verb. И третья колонка у нас – третья форма глагола. The fourth column is other information. Четвертая колонка у нас, ребята, посвящается дополнительной информации. Well, now let's look at the table and complete your own sentences. Well, let's check our answers. Dear pupils, давайте проверим наши результаты, дорогие ученики. And, for example, you can use such sentences. Для примера вы можете использовать вот такие предложения. For example, air pollution may be caused by using more transport. Air pollution means загрязнение воздуха, ребята. Таким образом у нас получается следующее предложение. Использование большого количества транспорта может стать причиной загрязнения воздуха. Обратите внимание на глагол cause. В данном случае у нас он переводится «являться причиной». Поэтому на ваш родной язык он будет переводиться не так точно, как в пассивном залоге. Давайте еще раз закрепим этот глагол в следующем предложении. And the second sentence is Здесь опять у нас выступает в роли основного глагола в структуре модального предложения с пассивным залогом глагол cause. Таким образом у нас получается следующий перевод. Производство отходов является основной причиной загрязнения воды. Water pollution may be caused by producing waste. Maybe cost – это у нас будет структура пассивного залога с модальным глаголом. The third one. It's about forest. Третье у нас – о лесах. Forest may be destroyed by using more transport. Леса, ребята, могут разрушаться большим количеством транспорта. So, may be destroyed is the passive structure. Таким образом, may be destroyed, могут разрушаться, является структурой пассивного залога с модальным глаголом. The fourth example is about air pollution. Четвертый пример, ребята, у нас о загрязнении воздуха. A pollution may be reduced by planting trees. Здесь у нас выступает следующий глагол. Reduce у нас – уменьшать или уменьшаться. Таким образом, перевод предложения следующий. Выращивание деревьев может уменьшить загрязнение воздуха. Вы просмотрели следующий пример, и теперь, ребята, вы можете привести свои собственные, используя эти же самые структуры. So, dear pupils, let's review our topic and answer the questions. Теперь, дорогие ученики, давайте повторим пройденную тему и ответим на вопросы. The first question is, what can people do to save trees? Что должны делать люди, чтобы сохранить деревья? People should recycle paper to save trees. Люди должны перерабатывать бумагу, чтобы сохранить деревья. The second question is, what is used to recycle paper? Что используется для переработки бумаги? We use a lot of water and chemicals to recycle paper. Мы используем много воды и химикатов, чтобы перерабатывать бумагу. The third one is, why is recycling paper important? Третий вопрос о переработке бумаги. Почему же переработка бумага такой важный процесс? Because if you want to save trees, you should recycle paper. Потому что если вы хотите сохранить деревья, вы должны перерабатывать уже использованную бумагу. I think it was interesting information for you, dear children. Я думаю, что это была интересная информация для вас, ребята. And now let's consolidate your topic and remove your homework. Your homework will be on the page number 79. Ваша домашняя работа, ребята, будет на страничке 79. You will look at the picture and at the map and answer to the question. Вы будете смотреть на картинку, читать текст и отвечать на вопрос. The question is, what can people do in Foxley field? Вопрос состоит в том, что будут люди делать в долине Foxley. I think the information was very interesting for you. See you later, dear children. Your homework will be interesting. See you later. Goodbye. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok